Миша Диазисбек Аглый Азизбеков, видный деятель революционного движения в Азербайджане, один из первых марксистов-азербайджанцев, один из основателей группы «Гумет», являлся членом РСДРП и ЦК Персидской социал-демократической партии «Русск», гласной Бакинской городской думы, губернский комиссар и заместитель комиссара по внутренним делам бакинского СНК, казнен в числе 26 бакинских комиссаров. Биография. Юность Миша Диазисбеков родился 6 января 1876 года в доме номер 107 по улице Азиатская города Баку в семье мастера-белокаменщика Азизбека Азизбекова. Его отец погиб в 1889 году в Сибирской ссылке, в 1893 году М. Азизбеков окончил реальное училище в Баку. Намереваясь продолжить образование, он отправился в Петербург, где поступил в Институт гражданских инженеров, не имея средств для пропитания. Азизбеков ходатайствовал перед Кавказским учебным округов и бакинским городским головой о предоставлении ему одной из немногих стипендий, но в этой просьбе было отказано. Данное обстоятельство вынудило его заняться частными уроками в студенческой среде М. Азизбеков пользовался большой любовью и уважением. Его даже избрали руководителем землячества студентов азербайджанцев высших учебных заведений Петербурга. Один из его друзей по вузу инженер Я. Б. Саркизбеков писал в воспоминаниях во время своей учебы в Петербурге. М. Азизбеков активно участвовал в студенческих и общереволюционных выступлениях того времени. Так, в 1896 году он побудил студентов-мусульман принять участие в общем студенческом движении по поводу самосожжения курсистки М. Ф. Ветровой в Петропавловской крепости. Демонстранты собрались у Казанского собора, чтобы отслужить панихиду, но полиция запретила им делать это. Тогда М. Азизбеков обратился к студентам со словами «Нет, попа, отслужим гражданскую» и вышел вперед. В конечном итоге эта демонстрация закончилась столкновением манифестантов с полицией. Миша Диазизбекова арестовали как одного из руководителей акции протеста и поместили в одиночную камеру Петропавловской крепости. В дальнейшем он принимал также участие в демонстрации в Исаакиевском соборе, за что был посажен в тюрьму «Кресты». В годы учебы он изучает произведения основоположников марксизма, характеризуя влияние произведений революционных демократов на формирование своего мировоззрения. Миша Диазизбеков говорил, «Если моя первая мать Сальминаст, то вторая мать Чернышевского. Что делать? Обе они меня воспитывали и вырастили. Здесь, в Петербурге, в 1898 году он вступает в РСДРП. Немецкий историк Юрк Боберовский впоследствии относил М. Азизбекова к национал-коммунистам. Несколько раз Миша Диазизбеков выезжает в Баку. Так, в 1898 году, по просьбе матери, он на короткое время приехал домой и включился в революционную работу рабочих кружков. В другой свой приезд он принял участие в политических выступлениях. Театральный деятель, актер М. Мурадов Руск, в своих воспоминаниях писал, «В 1902 году вышли мы с репетицией с артистом Раблинским и увидели, что по улице против нынешнего СПС идет демонстрация с красными знаменами. Переди них Азизбеков с пением революционных песен. Они шли посередине улицы. Мы с Раблинским последовали за ним по тротуару. Когда подошли к нынешнему боксовету, сразу выскочили верховые казаки и въехали в ряды демонстрантов». В 1908 году он окончил Петербургский технологический институт. Участие в Первой русской революции в связи с русско-японской войной технологический институт в конце 1904 года был временно закрыт. М. Азизбекову пришлось прервать учебу и вернуться в Баку. После возвращения домой за невнесение платы за право слушания лекции в 1905 году, был уволен из института. В начале 1905 года он устроился на работу на Баиловскую электростанцию акционерного общества «Электрическая сила». Его приезд совпал с началом Первой русской революции. Страну охватили массовые выступления против монархии. Миша Диазизбеков принимал активное участие в революционных событиях 1905-1907 годов. Но в то же время он вступил в социал-демократическую группу «Гуммет» и в дальнейшем был одним из ее руководителей. Как гласило жандармское донесение, М. Азизбеков был видным деятелем этой организации. В 1905 году по инициативе М. Азизбекова в Баку создается общество мусульманских драматических артистов, которым руководила М. Алиев. В декабре того же года возникла организация учащихся азербайджанцев под названием «Ухувет», где гуместы, в том числе М. Азизбеков, вели социал-демократическую агитацию. В 1906 году он основал боевую организацию среди мусульманских рабочих «Бегиц Пусред». М. Азизбеков стоял во главе Бакинского комитета помощи иранским революционерам, оказывавшей поддержку Федаинам Сатархана. Его квартира стала главным складом оружия и нелегальной литературы, посылаемых в Иран. В то время ее именовали «штабом боевой дружины». По заданию Бакинского комитета в мае 1908 года он отправился с нелегальным грузом на пароходе в Решт. Сергой Арджиникидзе назвал М. Азизбекова борцом, беззаветно преданным революционному делу освобождения мусульман. В годы реакции «Городская дума» Миша Диазизбеков сочетал нелегальные и легальные формы работы. Он поддерживал связи с представителями азербайджанской интеллигенции, активно участвовал в деятельности культурно-просветительного общества «Ниджат Руск». В мае 1908 года его избрали товарищем председателя правления этого общества, а в ноябре он вошел в финансовую комиссию общества «Ниджат». На организованных при обществе вечерних курсах он проводил большую педагогическую и политическую работу. Состоял в управлении школьной комиссией общества, организовал ряд воскресных школ для рабочих азербайджанцев, где сам преподавал и читал лекции. Большое внимание он уделял театральной деятельности общества, актер театра и кино. Народный артист СССР Мирзага Алиев вспоминал. В декабре 1911 года Эмазис Бекова избрали гласным Бакинской городской думы. Он получил за 642 против 432 шара. Эцем Эфендиев писал, с проведением же его в гласной Бакинской думы он стал центральной фигурой во всех вопросах, касающихся городской бедноты и мелких ремесленников. Не было жалобщика среди обращавшихся к нему лиц по делу, которого Мишиди не ходатайствовал бы перед тем или иным тузом или организацией. Эта серая, будничная, по размерам мелкая, но в общей сложности благодарная работа заслужила ему всеобщую любовь и славу популярного народника среди всего беднейшего класса населения. К нему ходили в дом, к нему обращались за помощью и на улице. Азизбеков всех выслушивал, писал им заявления, обходя учреждения, ходатайствуя по делу того или иного бедняка, заступался за них вопреки интересам и воле всесильных богачей. С думской трибуны он выступал против политики царского режима и нефтепромышленников, поднимал вопросы социально-экономического характера. Азизбеков уделял также внимание благоустройству города, просвещению, будучи гласным Бакинской думой М. Азизбеков требовал увеличения заработной платы служащим оказанием материальной помощи городской бедности, освобождение ее от налогов. Поскольку Баку испытывал недостаток в питьевой воде, то Азизбеков настаивал на быстрейшем проведении шаларского водопровода. Он также требовал сооружения в городе электрического трамвая и резко возражал против передачи данного строительства иностранным консессионерам. Азизбеков возмущался, почему думает, что мы не способны построить трамвай. Есть люди опытные, специализировавшиеся на этом деле, имеющие крупную практику, и мы можем рассчитывать на них. В мае 1912 года он потребовал отвода участка для строительства школы в одном из районов Баку. 11 сентября того же года им был поднят вопрос о выделении средств для сооружения здания политехникума. По его настоянию городская дома постановила выразить пожелание, чтобы в учебных заведениях было обращено внимание на местные, особенно мусульманские языки. Миша Диазизбеков участвовал в переписи населения Баку в 1913 году, являлся членом статистической комиссии городской думы. Осенью 1914 года им. Азизбеков поступил преподавателем в частную гимназию АП Емелианова, причем он отказался от оплаты в пользу учащихся сирот. Революция и гражданская война после февральской революции большевистские организации, в том числе и организации «Гумет» вышли из подполья. Первоначальная организация располагалась в здании Бакинского реального училища, в то время как почти все остальные мусульманские общественно-политические организации были сосредоточены в здании мусульманского благотворительного общества. В результате настойчивых требований М. Азизбекова, обращенных к причидателю мусульманского национального комитета Алимар Данбеку Тапчибашеву, последний был вынужден отвезти для «Гумет» одну большую комнату на третьем этаже здания. На конференции «Гумет», состоявшемся в начале марта 1917 года в Баку, был создан временный комитет в составе Н. Нариманова, М. Азизбекова, Г. Султанова, Д. Буниадзадием, И. Срафилбекова. На собрании «Гуметов» в июне того же года М. Азизбеков был избран одним из 13 членов постоянного органа «Гумет». Бакинская коммуна 2 ноября 1917 года, спустя неделю после падения Временного правительства в Петрограде, в Баку был сформирован Бакинский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В апреле 1918 года Бакинский совет при поддержке вооруженных отрядов армянской партии «Дашнак Цутюн». В результате кровопролитных мартовских событий утвердил свою власть в Баку. Отмечается, что во время мартовских событий Азизбековым были образованы комитеты спасения, благодаря которым удалось спасти тысячи азербайджанцев. Он также смог защитить от поджога и разрушения фабрику Газет Агеева. В те дни по решению комитета революционной обороны Баку Мишиди Азизбеков был назначен комиссаром по охране мусульманской части города. В бюллетене комитета революционной обороны было опубликовано подписанное М. Азизбековым воззвание к населению города, гласившее, по мнению Э. Исмаилова этим обращением М. Азизбеков дал понять азербайджанцам, что отныне является гарантом их безопасности и что отныне им не стоит опасаться репрессий. Комитет революционной обороны направлял его с отрядом красногвардейцев в Сураханский район, где были приняты меры по восстановлению революционного порядка. После мартовских боев М. Азизбеков приступил к организации восстановления спокойствия и порядка в порученном ему районе. В обращении к населению он дал указание комиссарам милицейских участков района принять самые строгие меры против мародеров, насильников, воров. 25 апреля на заседании Бакинского совета был образован Бакинский совет народных комиссаров, состоящий из большевиков и левых эсеров. М. Азизбеков вошел в состав Бакинского СНК, где он занял должность губернского комиссара и заместителя наркома внутренних дел. С мая 1918 года также председатель исполкома Совета крестьянских депутатов Бакинского уезда. Для организации сплочения крестьянских масс при Бакинском совете была образована иногородняя комиссия, которую возглавили М. Азизбеков, М. Исрафил Беков, Б. Сардаров и М. Амедьяров Русск. По мнению Ж. Исмаилова, Мишиди Азизбеков понимал необходимость оградить мусульманское население от агрессии армянских банд. А для этого ему следовало перехватить инициативу У.С. Шаумяна в деле о признании мусульманами советской власти. В связи с этим, по мнению автора, он и предпринял экспедиционную поездку по Абширонским селениям. В течение апреля за короткое время Мишиди Азизбеков побывал практически во всех селах Абширона. Везде крестьяне выносили решения о признании советской власти и об организации советов об организационно-пропагандистской работе М. Азизбекова газета. Бакинский рабочий писала, помимо сел Бакинского уезда, Мишиди Азизбеков объезжал также селения Шамахинского уезда. Сохранились воспоминания его личного секретаря Айрахум 2. 31 июля 1918 года Бакинский Совнарком заявил о сложении своих полномочий. Власть в Баку с 1 августа 1918 года перешла в руки нового правительства, временной диктатуры Центра Каспия и Президиума Временного Исполнительного Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, сформированного Блуком Правых Социалистов. На пятый день после сдачи власти Бакинским СНК несколько товарищей собрались у Джапаридзе. Здесь Алеша высказался относительно дальнейшего пребывания в городе по воспоминаниям Г. Мусабекова, тут покойный Мишиди Азизбеков со слезами на глазах стал возмущаться «Я верный солдат революции, я должен здесь остаться». Он был в отряде Петрова, там и остался. К началу августа турецкие и мусаватийские войска вплотную подошли к Баку. Солдаты воинских частей диктатуры Центра Каспия не смогли выдержать натиск наступавших и покинуть свои позиции. В панике разбежались. Лишь в результате вмешательства коммунистов и руководителей Бакинского совнаркома удалось спасти положение. В тот момент по предложению Мишиди Азизбекова практически все ответственные советские партийные работники с оружием в руках вышли на позиции в Чемберекинде и других районах города. Наряду с другими партийными функционерами на фронт пошел и сам Азизбеков. Несмотря на некоторый успех, обстановка как в городе, так и на фронте оставалась тяжелой. 12 августа на Петровской площади состоялась общебокинская партийная конференция коммунистов, на которой обсуждался вопрос дальнейших действий. М. Азизбеков был одним из немногих, кто выступил за то, чтобы остаться в Баку. Вести о агитацию среди рабочих, отвоевать власть у меньшевиков, правых эсеров и дошнаков и самим организовать оборону города. Однако подавляющее большинство участников конференции приняло решение об эвакуации в Астрахань. В ночь с 13 на 14 августа 1917 года пароходов, на которых были погружены советские вооруженные отряды, а также партийные советские работники, вышли в море. Около острова жилой они были остановлены военными судами. Диктатуры центра Каспии под угрозой вынуждены были вернуться обратно. По их прибытию всех красноармейцев разоружили М. Азизбекова же арестовали в числе 35 руководящих партийных работников, арестованных посадили в Баиловскую тюрьму. Последние дни гибели установить последние дни жизни Мишиди Азизбекова в деталях довольно сложно, поскольку его смерть рассматривалась в рамках общей гибели 26 бакинских комиссаров. В ночь с 14 на 15 сентября во время штурма города, остававшемуся на свободе А. и Микояну удалось добиться от центра Каспии освобождения находившихся в Баиловской тюрьме 35 арестованных. В сопровождении конвоя солдат все арестанты двинулись из Баилова на пристань. После того, как они попали под обстрел, конвой разбежался. Оказавшись на свободе, бывшие узники продолжили свой путь на пристань. Пароход «Сиван», который должен были их вывезти в Астрахань, они и в порту не обнаружили и пошли в город. В городе им повстречался Татьявос Амиров, брат редактора газеты «Бакинский рабочий» Арсена Амирова, который отступал со своим отрядом из Баку. Он предложил им погрузиться на пароход «Туркмен», на что они согласились. На пароходе находилось много беженцев. Помимо комиссаров, на судно также погрузились несколько бойцов из отряда Т. Амирова, Дашнакские офицеры со своими солдатами и два английских офицера, майор Суттор и унтер-офицер Бумер. В начале судно взяло курс на контролируемую большевиками Астрахань, но затем направилось в Красноводск, находившийся в то время под властью серо-меньшевийского закаспийского временного правительства. К вечеру 16 сентября пароход подошел к рейду Красноводска, но был остановлен бортовым баркасом «Бугас» с вооруженными людьми. Два английских офицера и один Дашнак с георгиевскими крестами попросились сойти на берег, что они сделали. Утром следующего дня баркас припроводил пароход к нефтеналивной пристани Урфа, расположенной в нескольких километрах от Красноводска. На берегу находились англичане, милиция и сошедшие накануне английские и дашнакские офицеры. Спустя 15 лет, в 1933 году, британский генерал Моэллисон, руководивший в то время британской военной миссией в Индии, Афганистане и Закаспийской области, напишет, причалив Туркмен, начал разгрузку пассажиров. По сведениям С.М. Эфендиева Мишиди Азизбеков подозвал к себе командира парохода, вручил ему свой паспорт и попросил его передать матери со словами «Пусть меня не ждут, я больше не вернусь». Шаумян предложил всем смешаться с беженцами, попытаться пройти через контрольные пункты, пробраться в город и скрыться там, а затем добраться до Астрахани или Ташкента. В своих мемуарах А.Микоян писал, что ему удалось проскочить два контрольных пункта, но при подходе к третьему его остановил один из служащих порта. Затем этот человек припроводил его к пристани, где стоял небольшой пароходик «Вятка». На пароходике он увидел М. Азизбекова с. Шаумяна, супругов Джапаридзе и Фиолетова с женой, по воспоминаниям А.Микояна. Как позже писал Микоян, среди беженцев были провокаторы, которые знали в лицо многих наших товарищей, и полиция задерживала и припровождала их на «Вятку». Старший сын С. Шаумяна, С.Р.Н. Шаумяна на суде по делу главы Закаспийского временного правительства и Фунтикова показал, что свою роль здесь сыграл адъютант А.Мирова Рубин Гегамян, который указал начальнику Красноводской милиции К.А.Л.А.Н. на комиссаров. Арест сопровождался в течение почти трех часов. Всего было арестовано 37 человек. Некоторых, в том числе М. Азизбекова, особенно тщательно обыскивали. При обыске у Г. Карганова был отобран список с именами 25 лиц, находившихся с ним в бакинской тюрьме. Являясь старостой, Карганов по этому списку распределял продукты среди заключенных. Среди имен значилось также имя Миши Диазизбекова. Красноводские власти приняли список Г. Карганова за руководящих деятелей бакинской коммуны. Было принято решение отправить всех арестованных в Красноводск. Их разделил на две группы. 16 человек были помещены в арестный дом, остальные 21 – в Красноводскую тюрьму. Миши Диазизбеков содержался в Красноводской тюрьме. Начальник тюрьмы Истомин в докладной записке от 20 апреля 1920 года указал, что 21 человек были им заключены в тюрьму согласно постановлению номер 1507 Красноводского стачечного комитета от 17 сентября 1918 года за подписями заместителя председателя стачкома Кондакова и секретаря Билана. И они, как государственные преступники, содержались в камере номер 3 под усиленным караулом, присланным стачкомом. Лица эти приняты и записаны под номерами от 53 до 73 С. Шаумян, П. Джапаридзе, А. Микоян, братья Мировы и Фиолетов и другие находились в арестном доме. Однако из воспоминаний А. Микоян вытекает, что Миши Диазизбеков также находился в арестном доме. В своих воспоминаниях, в частности, А. Микоян писал, что в камере Миши Диазизбеков внешне вел себя непринужденно, улыбался и даже шутил. Расположившись на нарах, он вместе с Джапаридзе, Фиолетовым и Амировым играл в преферанс. Ночью 20 сентября 18 арестованных, в том числе М. Зизбекова, чьи имена фигурировали в списке Г. Карганова, вывели из камеры номер 3 и отправили к арестному дому. В самом арестном доме были отобраны 8 человек. Таким образом, всего из камер было выведено 26 человек, впоследствии вошедшие в историю как 26 бакинских комиссаров. Комиссары в сопровождении усиленной охраны двинулись в сторонку Красноводского вокзала. Здесь их посадили в почтовые вагоны экстренного поезда, который отправился в путь с потушенными сигнальными огнями без кондукторской бригады. На рассвете 20 сентября поезд остановился на 207 верстей между телеграфными столбами номер 117 и номер 118 на перегоне между станциями Ахчакуйма и Перевал. В этом месте Миши Диазис Беков был жестоко казнен вместе с еще 25 людьми. Миши Диазис Беков